Тема «Запорожье в цифрах». Я, пользуясь случаем, хочу вас уже поздравлять с Днём статистикой Украины, которая отмечается у нас 5 декабря, ежегодно в вашем профессиональном празднике. Пожелать вам большую приглашение в деятельности, которая, безусловно, полезна, потому что цифры и информация – это всегда основа для вредительных решений в том, что государственные, в том числе и социальных работах. Хорошо. Спасибо, прежде всего, за приглашение на пресс-конференцию, за возможность рассказать, ответить на ваши вопросы. Вообще, вы о статистике знаете то, что она знает всё. Естественно, я не был бы столь самоверен, чтобы так утверждать, потому что, если исходить хотя бы из того, что 40% нашей экономики в Киеве, то, естественно, статистика о них также ничего не знает, к сожалению. Вообще, статистика – это наука, это предполагает деятельность, которая занимается изучением массовых явлений с помощью средних величин. Двуху, это известное выражение – «Все одного человека убивает этого убийства», а если сотни тысяч, то это статистика, то есть это массовые явления, вначале. Главная функция нашего – это сбой, обработка, хранение и распространение информации. Существует очень такой строгий государственный план статистических наблюдений. Мы его выполняем неукоснительно, и там подача информации в Госкомстат, и она регламентируется не только по дням, а даже по времени. Позже, на 20 минут, на 30 минут, это уже считается серьезным нарушением нашей работы. Это сбой и… Центр все время нужны цифры. Абсолютно. Каждый день. Это не так, как при представлении, знаете, я раз в месяц отчитываюсь, зачем они там работают от месяца к месяцу, вот мои отчеты. Каждый день идет передача различной информации в Госкомстат Украины, каждый день мы от них получаем определенную информацию также. Вот эта новость будет. Мы, кроме того, что получаем из госбюджета средства, мы еще имеем право и этим пользуемся, зарабатывать сами. То есть мы продаем информацию, ну, госучреждениям, управленческим структурам, состоится масса информации, все бесплатно. Позже счет, да? А есть, определенном мере, и так можно назвать, это называется спецсчет, то есть это как приравненное деньги к госбюджетам, но мы их зарабатываем не так. Вот за счет этого, как бы, стараемся… Кто ваши решепители платят? Кто покупает? Ну, очень много информации платно требуют и просят. Ну, во-первых, мы ведем госреест. Значит, спрашивают, есть ли или нет госреест, та или иная организация, та или иная специфика. Мы ведем статистику цен. Для того, чтобы быть уверенным в том, что ты закупаешь цены, правильные, так сказать, цены. Действительно, есть такое выражение, правильные цены. Мы делаем мониторинг, а у нас запрашивают. Они, естественно, стараются покупать по ценам, ну, не выше тех, которые мы показываем, как обычные, как средние цены. Потому что потом спрашивают у нас эти же цены работники ПРУ и идут, проверяют, как они заполняют тендер, как они выполняют эти цивилизации. Поэтому есть проблемы. Ну, я бы хотел сказать еще о такой проблеме. Вы знаете, к сожалению, недостаточно, я бы сказал, востребованность информации, нашей информации, как населением, ну, так и органами организации. То есть мы даем, все, что положено, мы даем. Я надеюсь, они пользуются этим. Но, в принципе, есть такое понятие, это я ощущаю хорошо, как низкое экономическое, статистическое грамотность населения. Не секрет, что в европейских многих странах не преподают в средних школах астрономию, а в обязательном порядке статистику преподают. Потому что человек, который не разбирается в статистике, им легко манипулировать. Он читает, там, какой-то показатель, он увеличился, умеется, и для него это почти пустой зюк. А человек статистический грамот, он понимает, о чем идет речь. Это его не завести в заблуждение, в манипулирование. Конечно, ну, по крайней мере, труднее гораздо. Есть у нас проблемы с тем, что не все перед нами отчитываются. Это мы знаем. Мы даже знаем, кто конкретно перед нами отчитывается. Но у нас нет серьезных отчетов для того, чтобы их заставить. Хотя по закону они обязаны. Но нет права, скажем так, заставлять и чем-то наказывать. Кроме штрафов, мы имеем право штрафовать, если не вовремя попали отчеты, или отчеты неправильные, с ошибками. Это, в принципе, есть рычаг воздействия. Часть отчетов, но это тоже поднимает хорошо. Или по незнанию, или по неопытности, или лукаво измеряется, как некорректно. Это очень слово подобрать. Правильно? И в этом случае, конечно, мы не можем сказать, что мы абсолютно, точно, истинно, в последней инстанции. Я бы сказал так, что мы правильно даем информацию, честную. И она, по крайней мере, отражает тенденции, которые происходят в экономике, в социуме. Это без всякого вопроса. Ваша информация, она востребована, вы это уже сказали, о том, что она принимается, применяется для принятия управленческих решений. Это, с одной стороны, хорошо. С одной стороны, не совсем. Потому что управленческие решения, знаете, если я дам через месяц, через два, через три какую-то цифру, то понятно, уже нечего там особо управлять, нечего-то решать. Надо быстро-быстро. А быстро не всегда получается качество. То есть это сложно, чтобы, значит, ускоряться, но, тем не менее, быть достоверной информацией. Ну, она, с одной стороны, наша информация должна быть прозрачной, естественной, всем доступной. С другой стороны, есть массив, большой массив информации, конфиденциально, она закрыта. Ну, например, я уже упоминал, что мы ведем в ЕДРКУ, в Единый Державный Рееспр и Федерации Организации Украины, и там есть такая часть, как засновники, вклады и так далее. Это очень конфиденциально. Ну, или, например... То есть финансовое состояние. Да, это люди. А есть еще финансовое состояние организаций, юридических лиц. Это тоже закрыто? Абсолютно. Во-первых, респондентом нашим она является закрытым. Ну, даже казалось, например, численность. Ну, а подбить ее можно? Нет. Тоже есть. Мы не подкупляем. Не подкупляем. Мы даем информацию в разрезе видов деятельности промышленность, сельского, какая-то промышленность, какое-то отрасельское хозяйство. И в разрезе регионов. То есть, мы в Николаевском районе, там, мы в Мелеговах, в Мелеговах. По конкретным респондентам вся информация закрыта. Конечно. Когда возбуждено вложенное дело, естественно, мы тогда даем информацию, потому что понятно, на чьей мы, так сказать, стороне. Как патриотам нам хочется давать хорошую информацию. Как профессионалам мы обязаны давать честную информацию. Иногда это входит в противоречие. Одно с другим. Такое бывает. Но, а вообще, статистика, я ее позиционирую как зеркало. То есть, она отражает. Она должна адекватно отражать. Все, точно. Вот этого уже достаточно. Да, мы занимаемся экономической работой, анализом. Но это вообще-то, по большому счету, даже не наше. Мы должны дать картинку, дать информацию, а, пожалуйста, потом уже вы, как хотите, используете ее. Да, пожалуйста, можно. Ну, как бы, кстати, обвинение в наш адрес. Самое простое объяснение, почему это не так. Берете любой наш сборник и листаете его. И находите массу поводов, чтобы снять с работы губернатора, там, или мэра, или чего-то. И в этом же сборнике есть масса поводов, чтобы наградить его какой-то металл. Поэтому я считаю, что это, в принципе, правильно. Просто каждый интерпретирует все по-своему. Знаете, как самая простая. Стакан на половину пустый, не на половину дыма. Да. Хочу сказать, что статистика не есть какая-то догма. Она каждый год меняется. И особенно в последнее время серьезно меняется. Месяц жизни. Есть запрос у общества на какой-то показатель. Мы его отслеживаем. Нету. Заканчивается его и так далее. Ну, когда-то очень важно было социализмом, да. Знаете, производительность. Ну, сейчас его вы вообще не считаете. Или в 90-е мы отслеживали Барта. Вот, был БИЧ экономика. Сейчас мы ликвидировали эту ситуацию. И его не надо отслеживать. Просто его как явления уже нет. Наша методика адекватна, абсолютно. Что в Европе считают и как считают. Это очень важно. Потому что это один из требований приема страны в Европейский Союз. Чтобы у них была статистика точно начальника. Ну, иначе непонятно, о чем мы говорим. На разных языках будем с ними говорить. И общее направление. Вот советская статистика была, ну, если так сказать, была такой. Были свои плюсы в этом. Она была всеобщей. То есть все отчитывались обо всем. Государство было это такое. Вы знаете, я информацию обо всем. Сейчас же идет общее развитие статистики. Уменьшение нагрузки на респондента. Отчетов должно быть меньше. И мы активно переходим на выборочное обследование с последующими дорасчетами. То есть не весь, как говорится, генеральная совокупность отчитывается. Не все отчитываются. Определенным образом по методике мы выбираем тех, кто отчитывается. Их несколько. Несколько сотен, но не тысяч, не все. А затем у нас есть... Да, какая-то доля. Потом есть методика, по которой мы делаем дорасчеты и распространяем на всех. Респондента. Мы от этих носителей бумажных переходим к электронной отчетности. Ручных фирм. И должен, так сказать, хотя и небольшие еще цифры, все в 10% отчетности нам поступают в электронный фонд. Но этот показатель все время увеличивается. И мы на втором месте в Украине, после Кировоградской области. У них 12%. У нас здесь. Запорожская область на втором месте в Украине. Да. По показателю получения отчетов в электронной фонусе. Это чисто на... Да, это чисто на... Первое, как всегда, мы думаем о промышленности. Не хочу вас перегружать цифрами, но тем не менее. В основном промышленности буду две цифры называть. Индекс, то есть темп роста. В 2009-2008 годы составляют по области 69,30. То есть на 30% в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, промышленность снизилась. Объемы уменьшат. Падение было. Да. А если говорить о 2010 годе, по отношению к 2009, то есть по 70, szyбов prec Zugflор. Время. И вот этот referен. Время. Время. Время.